напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так в каком новогоднем фильме главные роли принадлежат людмиле гурченко и юрию белову а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео карнавальную ночь сняли за пять месяцев а когда показали почти законченный материал худсовету те постановили скорее закончить съемки и забыть об этом неудачном фильме материал показался членом худсовета скучным и бездарным и только иван пыльев верил в успех фильм даже не стали рекламировать он вышел 29 декабря 1956 года без афиш и объявлений о скорой премьере в каком году в ссср начал выпускаться журнал мурзилка мурзилка литературно-художественный журнал направленный на детскую аудиторию в возрасте 6 12 лет первый номер вышел 16 мая 1924 года как приложение к рабочей газете тиражом в 20 тысяч экземпляров что за предмет готов сосать до старых лет советский гражданин суде с данного советского плаката на рекламном плакате резинтреста 1923 года рекламировали детскую резиновую соску художественное оформление плаката придумал александр ротченко а текст придумал владимир маяковский за что андрей сахаров был сослан в горькие в 1980 году андрей дмитриевич сахаров советский физик теоретик академик анссср один из создателей первой советской водородной бомбы в 1980 году после заявлений осуждающих ввод советских войск в афганистан был лишен всех наград премии звание выслан закрытый город горький в месте с женой в ссылке сахаров провел несколько голодовок в 1986 году горбачев разрешил ему вернуться в москву что такое пролетариат в результате промышленной революции начал зарождаться рабочий класс который называли пролетариат в переводе с немецкого это слово означает неимущие в каком городе был открыт первый в ссср завод по производству пепси колы после выставки достижений сша в москве в 60-х годах начались поставки в ссср напитка пепси кола который очень понравился хрущеву а уже в 1974 году в новороссийске открылся первый завод где пепси кола производилась из купленного по бартеру концентрата как историки называют период правления брежнева термином застой обозначается период от прихода леонида брежнева к власти до начала перестройки это связано со снижением темпов экономического роста и ухудшением динамики производительности труда но многие не согласны с этой терминологией многие считают брежневский период одним из самых благополучных в истории союза что произошло вследствие подписания беловежских соглашений 8 декабря 1991 года в белоруссии в правительственном санаторий был подписан договор о создании союза независимых государств и ликвидации ссср а уже 26 декабря было официально объявлено что советский союз прекратил свое существование кому принадлежит фраза кричать о земле и о крестьянах легче чем на деле передать землю крестьянам это фраза принадлежит иосифу виссарионовичу сталину при осуществлении принудительной коллективизации в конце 1920 и начале 1930 годов сталин запомнился не только жесткой политикой но также жесткими и правдивыми высказываниями какая фамилия была у директора лагеря из фильма добро пожаловать или посторонним вход воспрещен главную роль в фильме о детском пионерском лагере сыграл евгений встигнеев его персонажа директора лагеря звали товарищ дынин создателем какого легендарного советского продукта является маркар седракен маркар седракен герой социалистического труда отец армянского коньяка именно он является создателем легендарного коньяка двин а также большинства других армянских и других марок советского коньяка в каком виде спорта прославилась инга артамонова инга артамонова советская спортсменка конькобежка заслуженный мастер спорта ссср чемпионка ссср чемпионка мира многократная рекордсменка мира 1 в истории конькобежного спорта завоевала титул четырехкратный абсолютной чемпионки мира на всех дистанциях сколько маршалов было в ссср звание маршал советского союза было введено 22 сентября 1935 года она персонально присваивалась выдающимся и особо отличившимся лицам высшего командного состава звание было присвоено 41 раз из них 36 профессиональным военным 5 политическим деятелям сколько серий в детском советском кинофильме гости из будущего детский научно-фантастический фильм гости из будущего состоит из пяти серий коллеги расимов отправившись в магазин за кефиром случайно попадает в будущее и становится свидетелем кражи милофона холли возвращается в прошлое а вместе с ним в 1984 год попадают космические пираты и алиса селезнева сколько в ссср стоила минута междугородной связи в семидесятых-восьмидесятых годах на отделениях телеграфа были установлены таксофоны для междугородных звонков минута такого разговора стоила 15 копеек нужно было опустить монету в монетоприемник или заказать разговор у телеграфиста как назывался первый советский массовый пылесос первый пылесос который стал массово производиться в ссср был выпущен в 1952 году он получил символическое название пионер пылесос представлял собой компактную электрошвабру с мешком пылесборником прикрепленным к ручке пылесос имел мощность 120 ватт и щетку изготовленную из конского волоса как изначально называлась советская телепередача клуб путешественников в 1960 году на экраны вышла передача клуб кинопутешествий на протяжении 12 лет ведущим был известный путешественник владимир шнейдеров после его смерти ведущим стал биолог андрей банников в 1973 году передачу переименовали в клуб путешественников а ее ведущим становится врач и путешественник юрий сенкевич сколько государственных языков было в ссср де юре в ссср вообще не было ни одного государственного языка лишь в апреле 1990 года был принят закон согласно которому официальным языком ссср является русский а что это за электрическое устройство советской эпохи а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео массажер электрический вибрационной бодрость предназначен для косметического и профилактического массажа в бытовых условиях работает в двух частотных режимах комплектуется шестью сменными насадками массажер использовали для усиления функциональной деятельности мышц нервов и кровеносных сосудов повышение работоспособности снятия усталости более отеков в ногах снятия головной боли разогрева мышц для спортивных упражнений а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется музыка Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.